В правила рыболовства внесут ряд изменений. Их обсудили на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Так, представители коренных малочисленных народов Севера должны будут ввести листы учета вылова. На западном побережье полуострова запретят использовать вставные сети, а в Камчатском заливе ограничат длину неводов. В первую очередь он, конечно, касался вопросов внесения изменений в правила рыболовства, направленных на сохранение водных и биологических ресурсов. Часть из них прошли все процедуры, уже необходимые для внесения в правила, и мы надеемся их в ближайшее время увидеть. Это вопрос, касающийся использования орудий вылова, алюбийских орудий лова. Также нами поднимался вопрос усиления учета вылова, повышения эффективности системы учета вылова для традиционного рыболовства. Это касается, в первую очередь, физических лиц. Также нас коллеги из Росрыболовства поддержали и пообещали вернуться к этой важной тематике. Ну, обсуждался и вопрос, касающийся снижения промыслового пресса на водно-биологические ресурсы. В первую очередь, это отказ от использования ситных орудий лова, который в последнее время сформулирован и согласован всеми промышленниками. В настоящее время начинается работа по введению этого ограничения в правила рыболовства. При промышленном рыболовстве тихоокеанских лососей запретят использовать сети в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах вплоть до устья реки Ича. Этот шаг направлен на уменьшение промысловой нагрузки на запасы тихоокеанского лосося. В отношении любительского рыболовства одобрено предложение региона по вылову рыбы только одним орудием лова в период хода чавычи с 20 мая по 15 июля. Важным для Камчатки стало решение о введении льготного режима учета водных биоресурсов при промысле Сайры и Сельди. Учет можно будет ввести при сдаче улова, а не во время рыбалки.